Девушки отдыхают События в новом сезоне начинаются в 1984 году. Злые русские на секретной базе пытаются открыть свой портал в обратную сторону. Заканчивается все неудачей. Новая попытка первого контакта назначена на следующий год. Туда нас и переносят. Лето 1985. Хоукинс отошел от нашествия демопсов и вовсю развивается. В городе построили огромный торговый центр, который задавил всю частную торговлю. В кинотеатре вовсю крутится назад в будущее и День мертвецов Ромеро. Дети тоже выросли. Играть в настольные игры им теперь куда менее интересно, чем общаться с девушками. То же самое касается и взрослых. Спокойная жизнь продолжается недолго. Сперва в городе начинаются перебои с электричеством. Затем в заброшку на окраине сбегаются крысы. В общем, снова начинает происходить что-то загадочное. Я хочу, чтобы вы чувствовали, что здесь по-прежнему ваш дом. На мой взгляд, никаких сюрпризов третий сезон не подготовил. Возвращение теневого монстра объясняют просто. Он вернулся. Почему нельзя было придумать новое чудовище? Рассказать больше про параллельное измерение, в конце концов. Ответов на эти вопросы нет. Вероятно, режиссеры так любят свое детище, что никому его не доверяют. Даже более талантливым сценаристам. От этого страдает история. Но зато характеры героев до сих пор прописаны неплохо. Даже сказать отлично. В третьем сезоне создатели не стали придумывать что-то новенькое. Они просто взяли все, что сработало в предыдущих эпизодах. Ностальгия по 80-м, отсылки на известные фильмы, Стивен Кинг, Детская дружба и так далее. Проговаривать в третий раз достоинство сериала кажется бесполезным занятием. Поэтому легче сосредоточиться на том, что в новой части не совсем удалось. Особенно режет глаз желание Netflix не только развивать женских персонажей на контрасте с мужскими, но и ставить их двигателями сюжета. Джойс пытается убедить Хоппера, что магниты падают неспроста. Нэнси верит, что у истории про крыс точно есть второе дно. 11 и Макс начинают расследование из-за поведения Билли. А Робин сначала расшифровала секретный код, а потом постоянно находила способ, как всех спасти. Экранного времени хватает всем персонажам. Причем настолько, что в какой-то момент искренне расстраиваешься уходу ученого, заглянувшего в сериал на несколько эпизодов. Жаль, группа детишек была разбита и в основном ссорилась из-за подростковых проблем. Как я уже сказал ранее, новым поворотом является введение темы «Злые русские». Военные и ученые, которые в больших количествах и в советском облике, без знания английского, перенеслись в глубинку США. Неплохо смотрится советский киллер, очень смахивающий на терминатора, а также возможная отсылка к вторжению в США с Чаком Норрисом. В нем тоже был красный автомобиль в торговом центре и перестрелка с русскими. Хотя, некоторые увидели в автомобиле отсылку к Кристине, произведению Стивена Кинга. Несмотря на всю фантастику, советская линия с лабораторией выглядит плохо продуманной и во многом шаблонной. Водка столичная, хороший аргумент для пропусков в тайный бункер, правда? Вы к кому? Вчера вечером прилетели. И бутылка столичной. С другой стороны, мы получили продолжение истории «Обратной стороны» и «Свежевателя разума». Крысы и подвал – отсылка на ночную смену Стивена Кинга. Слись к хоррору «Капля». А сам «Свежеватель» вышел хорошо. А то, что каждая серия заканчивается новой отсылкой к монстру – прекрасно. Было добавлено несколько новых персонажей. Например, мэр Хоукинса, для которого важны только деньги и власть. Еще один политический персонаж-новичок обитает в местной газете и издевается над Нэнси, сестрой Майка. Также добавили Робин. Было интересно смотреть на ее взаимоотношения со Стивом. Но больше всего создатели поиздевались над нашими, введя в сюжет от злобных русских, которыми пугали предыдущие два сезона. Там есть и доктор, и безумный генерал, и его садист-приспешник. Сильно на впечатление от сезона влияет последняя серия. Она не просто наибольшая по хронометражу. В ней есть несколько важных поворотов, создающих заделы на будущее. Сериал аккуратно подводят на скважности романтических отношений, к дружбе и прощании с детством. Наверное, главным недостатком сериала все-таки то, что все тяжелее следовать за каждым из персонажей. Поэтому толком получают развитие только некоторые. И в этом сезоне это в основном влюбленные пары персонажей. Линия советской лаборатории выглядит немного комично. Но несмотря на все это, новый сезон из восьми серий порадовал. Сериал остался тем же, который мы любим. Просто немного взрослее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok